с монологом под названием «Пчёлы». К магазину подхожу тут недавно. Ребята наши стоят, лица радостные, опухшие. Я говорю, что, опять что-то отмечали без меня? Они говорят, нет, мы на пасеку за мёдом ходили. Хозяин пасеки, говорят, уехал на неделю, так что пользуйся. Ну я вообще пчёл уважаю, люблю их продукцию. Мёд, медовуха, сотовая связь. Схожу, думаю, пока хозяина пасеки нет. И жену свою возьму, думаю. Валюша сразу согласилась. Сладкоежка моя. Без куска колбасы не уснёт. Ну подождал я, пока потемнеет. Взял вёдра с Валюшей. Сели мы на велосипед и поехали. Едем, педали крутим, и сняврём. За час пять метров проехали. Мало, конечно, но у него всегда скорость небольшая по лесу у водного велосипеда. Сосед помог Серёгану, которого раньше Николаем звали. Тот нас быстро до пасеки домчал. У него такой же велосипед водный, как и у нас. Просто ноги здоровее. Ну мы приехали, с велосипеда слезли, залегли, и по-пластунски полезли, чтоб пчёлы нас не раскусили. Подползаем. Во всех ульях темно. В одном только свет горел. Ну я туда, где светло смотрю, шторы там не закрыты. Накурено. Спят пчёлы в повалку. Рты разъявлены, крылья распластаны. Ну, носки даже не сняли. Устали, видно, план перевыполняли. И храпят страшно. На всё округу. Потом присмотрелся, кажется, Валюша моя храпит. Ну я её разбудил. Ведро-то у меня в руках было. Смотрим. Мужик какой-то в улей руку засовывает, вынимает, облизывает её. И не местный, видно, мужик. Трезвый. Я ему говорю, слышишь, мужик, шёл бы ты отсюда без мёда. А он повернулся и смотрит на меня недобро так. Они редко, когда добро на людей смотрят, медведи на людей. Медведь испугался, в лес побежал. Пчёлы те культурные, полетели медведя провожать. Ну мы мёда напихали, полные карманы. Вёдра наполнили. Я кусок соты башкой своей откусил и понял, что не все пчёлы полетели медведя провожать. Женщины остались пожилые. Самые кусучие. С обеих сторон в язык меня отговаривали. Слышим, пчёлы медведя проводили, возвращаются нас провожать. Как будто мы без них дороги не знаем. Ну мы деревьями прикинулись, так руки растопылили и стоим. И шо характерно, пчёлы нас за деревья не приняли. А дятел принял. Все бородавки в башку мою вбил. И уши прочистил, за шо спасибо ему, конечно. Ну вскочили мы и бежать. А долго не пробежишь, устали. Вёдра полные, улья в руках. Вдруг собачка с левой стороны к нам подходит небольшая. А с правой хозяин пасеки подошёл. Ну и боди не злой, но с ружьём. Я вспомнил детство. Как мы катались с братом на коньках по замёрзшей реке. Как бабушка зашивала мне штаны. Заряд соли, выпущенный с обоих стволов, освежает память до самого родильного дома. Я бежал как гепард. Я бежал в лес, спрятался, затаился. Хозяин пасеки долго искал меня, так и не нашёл. И уже уходил. Уже буквально два метра от меня отошёл. И вдруг мне на весь лес, среди тишины, на телефон смс-ка громко я пришла. Я думал, он на меня всю соль растратил. Ничего подобного. У него ещё много было. Весь остаток мне дотолбил. С тех пор я не люблю солёные помидоры. Я потом смс-ку эту прочитал. Знаете, что было написано? На вашем счету 24 центра. Так я к чему рассказываю? Ребята, если идёте на пасеку за мёдом, не на свою, вовремя проверяйте телефонный баланс. Спасибо. Дорогие мои.